В отличие от своих предков, современные моторы болеют перегревом гораздо реже, однако если это все таки случается, то последствия намного более печальные по сравнению с ДВС старого образца. Закипел и заклинил, после чего заменил двигатель в сборе, как одну большую деталь – это обычное дело для современных авто, к большому сожалению. Современный силовой агрегат очень быстро перегревается, и это при том, что он напичкан десятками разных датчиков, которые по сути призваны не допустить подобного сценария любыми путями. Но, к большому сожалению, водитель даже не успевает что-либо предпринять для того, чтобы предотвратить перегрев двигателя. Приветствую вас, дорогие друзья и гости канала «Знать полезно». Сегодня к вашему вниманию очередное видео на тему двигателей. На этот раз хочу поднять тему перегрева, рассказать подробно обо всем, почему возникает перегрев двигателя, какие могут быть последствия перегрева, а также какие меры необходимо предпринять немедленно, в случае если мотор закипел. Еще расскажу о последствиях этого неприятного явления, а также о том, как этого избежать. Усаживайтесь поудобнее, смотрите видео до конца, обещаю, будет интересно. Поехали! ДВС нового поколения намного нежнее и при этом горячее своих предков. Углубляться в причину такого дисбаланса не будем, технический прогресс диктует свои правила и создавать вечные надежные моторы уже никто не хочет. Повышение температуры и форсирование силовых агрегатов автопроизводителями позволяют получить более высокий КПД или, проще говоря, выжать из движка по максимуму. Моторы на наших авто, как правило, комфортно себя чувствуют при температуре 100 градусов Цельсия, в то время как более старые моторы едва грелись до 80. В жару, в пробках температура может достигать 110 или даже 130 градусов, после которых моторные жидкости, такие как антифриз и масло, работают на грани своих возможностей. Причем от критической отметки, после которой мотор перегревается, его отделяет всего несколько градусов. Начну, пожалуй, с общих причин перегрева двигателя. Что характерно, некоторые автопроизводители то ли нарочно, то ли случайно своими же руками способствуют тому, чтобы владельцы не могли проконтролировать температуру охлаждающей жидкости. Так на некоторых экземплярах приборная панель просто не имеет указателя температуры. Вместо этого предусмотрен индикатор перегрева, который сигнализирует акритическая отметка антифриза лишь в последний момент, когда уже практически ничего нельзя предпринять. В это же время подавляющее большинство автомобилистов просто не знают, как вести себя в случае, когда мотор закипел. Единицы знают и умеют оказать первую помощь, а также предотвратить капремонт. Остальные же 99% наездников тут же останавливаются, глушат мотор и гарантированно получают перегрев двигателя. О том, как правильно действовать при перегреве двигателя, чтобы не угробить мотор и не получить капремонт, я расскажу в конце этого видео. Поэтому обязательно досмотрите до конца, а пока поговорим о причинах. Причина того, что современные моторы более горячие, чем их деды и прадеды, косвенно заключается также и в том, что другие агрегаты, с которыми работает силовой агрегат, стали выделять намного больше тепла, чем это было 10, 20 или 30 лет назад. Скажу больше, многих современных узлов и агрегатов под капотом первых авто и в помине не было, что позволяло мотору работать с меньшими нагрузками и с лучшей вентиляцией, так как в подкапотном пространстве, грубо говоря, гулял ветер. То ли дело сейчас, просто яблоку негде упасть. Плотность узлов и агрегатов такая, что порой для замены какой-то мелочи, чтобы добраться до какой-то детали, необходимо разбирать половину мотора. Турбина, интеркулер и прочие горячие штучки так или иначе приводят к повышению температуры в моторном отсеке. Помимо общих проблем с охлаждением того или иного агрегата, его серьезно подогревают соседи типа турбины и интеркулера. Кстати, рекомендую вам посмотреть одно из моих недавних видео о том, как многие из нас, сами того не понимая, убивают турбину своего авто. Ссылка появится на вашем экране и будет в описании к видео. Едем дальше. Климатическая установка. Как это не парадоксально, кроме охлаждения салона, кондиционер может порядком нагревать подкапотку. Такое вот неоднозначное устройство этот кондиционер. Конденсатор этого устройства выделяет достаточное количество тепла, а помимо этого еще и препятствует циркуляции воздуха к радиатору двигателя. Не лишним будет вспомнить тот факт, что в погоне за облегчением двигателя радиаторы, как и большинство деталей подкапотного пространства, стали меньше и легче. Уменьшен общий объем антифриза практически в два раза. В результате запаса необходимого на тот самый крайний случай нет. Поэтому, как только все факторы сопутствующие перегреву сходятся воедино, температура мотора моментально достигает критической отметки. Автоматическая трансмиссия выделяет большое количество тепла, что так или иначе сказывается на повышении градусов в подкапотном пространстве. Ошибки эксплуатации, из-за которых происходит перегрев двигателя. Использование низкооктанового топлива может привести к тому, что двигатель будет сильнее нагреваться. Сюда же можно добавить нарушение фаз газораспределения, неподходящие свечи, которые провоцируют калильное зажигание, нагар внутри камер сгорания, а также грязный мотор, на который налипло очень много пыли и грязи. Каждая из этих причин самостоятельно или же в паре с другими проблемами, может способствовать перегреву. Длительные простои в жару, в пробках, нередко заканчиваются тем, что мотор просто не выдерживает и закипает. Установка неоригональных или неподходящих деталей, типа радиатора, турбины, различных вспомогательных систем, которые нагружают мотор, очень часто приводит к повышению общей температуры силового агрегата. Сюда же следует отнести различные доработки и тюнинг двигателя, который увеличивает КПД мотора и вместе с тем повышает его шансы на перегрев. При правильных расчетах риски достаточно малы, но если это какой-нибудь гаражный тюнинг, то начудить вполне реально, помните об этом. Прицеп или перегруз довольно быстро может привести к закипанию мотора. Сниженная скорость движения плюс повышенные обороты двигателя под высокой нагрузкой в совокупности дадут повышение температуры двигателя. Сюда же стоит отнести ухудшение аэродинамики при перевозке крупногабаритных грузов, которые провоцируют излишнее сопротивление, оказывающие высокую нагрузку на силовую установку. Эксплуатация в горных условиях это всегда вызов для любого автомобиля, а точнее для его двигателя. Тут кроме постоянной нагрузки и движения вверх добавляется еще и физика. Чем выше в гору, тем ниже плотность воздуха, охлаждающего радиатор, тем сильнее стало быть будет нагреваться мотор. К этому же пункту следует добавить движение по бездорожью, всяким пескам, грязи и прочим непроходимым дорогам. Все это в результате дает нагрузку, которая может легко обернуться перегревом. Если уж совсем глубоко копать, то ко всем вышеперечисленным причинам следует добавить проблемы с ходовой и коробкой передач, спущенные колеса, пробуксовку сцепления или пробуксовку АКПП. Теперь пришло время поговорить о причинах перегрева в самом моторе. Одной из первых мыслей, которые приходят в голову при словосочетании перегрева мотора, будет наверное низкий уровень антифриза. Большинство, скорее всего, начнет проверять уровень. Кстати, когда мотор перегрелся, или просто горячий, ни в коем случае не вздумайте открывать радиатор, чтобы проверить антифриз. В системе охлаждения имеется определенное давление, поэтому если на разгоряченном двигателе открыть крышку радиатора, можно получить серьезные ожоги. Никогда так не делайте. Так вот, вернемся к нашим баранам. Если количество антифриза недостаточно для эффективного охлаждения силового агрегата, то в самых горячих его точках возникнут локальные перегревы, после чего охлаждающая жидкость полностью перестанет циркулировать по системе. Куда уходит антифриз, вы можете узнать из моего предыдущего видеоролика, который уже есть на канале. Ссылка появится на экране и будет в описании к видео. Как правило, антифриз утекает через резиновые патрубки или сквозные отверстия в радиаторах, того, что в моторном отсеке и того, который радиатор печки. Если есть проблемы с паровым клапаном, пробки радиатора или расширительного бачка, задача которых контролировать давление в системе охлаждения, то порог температуры закипания жидкости снизится. В таком случае, при повышении нагрузки на двигатель, он скорее всего начнет серьезно греться или закипать. Еще к вопросу антифриза, хочу отнести такие понятия, как старый антифриз или вода вместо антифриза. Антифриз необходимо регулярно менять, об этом я неоднократно говорил и даже делал об этом отдельное видео. Так вот, если антифриз уставший, градус кипения будет снижен и мотор будет закипать даже при вполне оптимальных температурных режимах или, как минимум, сразу после допустимого максимума. Что касается воды, то здесь все очень просто, она кипит гораздо раньше, чем антифриз. Поэтому, если вы решили сэкономить, заменив антифриз водой, то, смею вас огорчить, такой фокус не пройдет. На старых моторах возможно, но не на новых горячих одноразовых движках. После антифриза подозрение падает на термостат, который может заклинить на малый круг, то есть в закрытом положении, что исключает возможность циркуляции по большому кругу, в котором радиатор и вентиляторы. Без должного охлаждения температура двигателя будет стремительно расти, особенно во время медленной езды, например, в пробках, при больших нагрузках и так далее. Подгулявшая помпа или, правильно сказать, неисправный водяной насос системы охлаждения имеет самое непосредственное отношение к перегреву силового агрегата. Если насос не выполняет свою прямую задачу, по тем или иным причинам, циркуляции антифриза, а вместе с ней и эффективный теплоотвод будут нарушены. Причин возникновения проблем с помпой есть немало, например, обрыв ремня привода, разрушение лопастей насоса, а также заклинивание подшипника. Забитый изнутри или извне радиатор охлаждение – это прямая дорога к закипанию двигателя. Если забит изнутри, циркуляция будет затруднена, а вместе с ней и отвод тепла от раскаленных деталей. Тут все понятно, думаем. Если радиатор залепило с внешней стороны, например, пылью, тополиным пухом или грязью, то воздушный поток уже не сможет циркулировать между ребрами такого радиатора. Общая температура антифриза будет возрастать, а порог перегрева станет еще ближе. Мойка радиатора – это тема отдельного видео, не забывайте уделять внимание этому узлу и вникать в суть его работы. В противном случае придется вникать в то, что такое капремонт или полная замена двигателя. Двигаемся дальше. И следующий в списке возможных виновников перегрева движка – электровентилятор, который срабатывает, когда радиатору необходим дополнительный обдул и отвод тепла. Тут свои тонкости и набор причин, по которым это может произойти. Например, неисправный мотор вентилятора, проблема с питанием, неисправный датчик включения или поломка реле. Разрыв, прогар или любая другая негерметичность прокладки головки блока цилиндров неминуемо ведет к тому, что выхлопные газы начнут проникать в охлаждающую жидкость. Последствия такого неприятного явления будут печальными. Мало того, что антифриз будет выдавливать из системы, так ко всему прочему, вместо него в систему попрут газы, образуя воздушные пробки и целые участки, в которых не будет ни капли охлаждения. Зачастую, в первую очередь, страдает башка, то есть ГБЦ, то есть головка блока цилиндров. А теперь, как я и обещал, расскажу о том, как действовать в случае, если мотор все же закипел. Если вы заметили, что стрелка температуры охлаждающей жидкости пересекла допустимые значения или же бортовой компьютер вашего авто сообщил вам о перегреве каким-то другим образом, сделайте вот что. Первым делом, включите печку и ее вентилятор на максимум. Не важно, ли это за окном или зима. Это позволит отвести большое количество тепла от мотора и снизить общую температуру охлаждающей жидкости. Второе. Остановитесь на обочине, но не глушите мотор, включите аварийку и установите соответствующий знак. Третье. Откройте капот и дайте двигателю поработать. Это более эффективно, чем заглушить закипевший двигатель. Следите за показателем температуры двигателя. Дождитесь, когда мотор немного остынет и только тогда заглушите его. Когда мотор полностью остынет, произведите его осмотр сами или обратитесь к специалистам. Если все в норме, можно продолжить неспешное движение до ближайшего СТО, где необходимо выполнить комплексную проверку двигателя и диагностику проблемы его перегрева. Наиболее популярные последствия перегрева. Чаще всего при перегреве под удар попадает прокладка ГБЦ. Если головку повело, а зачастую именно так и бывает, то между двумя плоскостями нарушится геометрия. Происходит деформация головки блока, а иногда и самого блока. Кстати, четырехцилиндровые моторы за счет их компактности ведет меньше, чем длинные рядные шестицилиндровые моторы. Второй под удар попадает цилиндропоршневая группа ЦПГ. Если перегрев кратковременный, то есть вероятность, что все закончится незначительными задирами и снижением компрессии. Возможно также появление проблем с кольцами. При конкретном длительном перегреве происходит тотальное разрушение поршней, кольца намертво цементируются в поршневых канавках. Если не повезет, хотя в данном случае уже не повезло, то мотор просто заклинит. В любом случае капремонт гарантирован, вопрос лишь в том, насколько глобальный. Порой, кстати, капремонт просто нерентабелен и гораздо дешевле заменить весь мотор в сборе. Напоследок несколько дельных советов. Совет 1. Прежде всего избегайте всех возможных причин, которые способствуют перегреву, они озвучены выше. Второй совет. Регулярно следите за общим состоянием двигателя, производите замену антифриза согласно регламенту, как правило это 60-80 тысяч. Совет 3. В жаркую погоду не старайтесь выжать из мотора по максимуму. Вместо этого отдайте предпочтение неспешной езде. Помните о том, что мотору тоже жарко и, как показывает практика, закипеть в жару довольно просто. Четвертый совет. Если силовой агрегат склонен к перегревам или не имеет на приборке температурной шкалы, установите термодатчик или используйте диагностический разъем ABD-2 для подключения и мониторинга температуры на вашем телефоне. Совет 5. При необходимости можно доработать систему охлаждения таким образом, чтобы повысить порог закипания двигателя путем установки более эффективного радиатора, термостата и т.д. И последнее. Следите за чистотой подкапотного пространства. Слой пыли и грязи всегда будут способствовать ухудшению теплоотвода и повышению общей температуры двигателя. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Прошу прощения за такое обилие информации. Уж больно тема обширная и всеобъемлющая. В двух словах не получается рассказать обо всем. А поверхностное освещение вопроса – это не моя история. Поэтому вот так. Если понравилось, поддержите лайком и отправляйте ролик друзьям. Если нет, то ставьте дизлайк. Плохая оценка – это тоже оценка. Жду ваших комментариев. Обязательно поделитесь вашей историей перегрева, если таковая имеется. Или же дополните мой рассказ своими знаниями по данному вопросу. Заранее спасибо всем и каждому. Если автомобильная тематика вам интересна, подпишитесь на канал. Обещаю регулярно радовать вас новыми интересными роликами на самые актуальные темы. Берегите себя. До новых встреч на этом же канале. Пока.